Как известно, если вам подарили ваучеры, то использовать их нужно в самый последний момент. Так мы и поступили. И за неделю до годовщины нашей свадьбы мы вырвались из города и отправились наконец-таки в Лаосма. Плавали, гуляли, расслаблялись на массаже, вкусно ели и тестировали новую камеру. Четкого плана у нас не было, поэтому с утра мы поехали туда, куда захотелось. За три минуты от отправления парома мы успели купить билеты и теперь плывем на Хиево. Мы поехали искать место для купания. И наш взгляд полна Сааратирп. Первые дикие землянички. Если присмотреться, там лошадка. Сааратирп — это врезающийся на два километра в море мыс. Про возникновение этого мыса есть легенда. На Сарама жил великан-земледелец Большой Тыль, и он ходил в гости к своему племяннику Лейгеру на соседний остров Хиево. Большой Тыль любил попариться, поэтому они вместе с племянником ходили в сауну. Тыль был таким большим, что мог ходить по дну моря пешком. Но однажды, после баньки, на обратном пути в Сарама задул сильный ветер и поднял уровень воды в проливе Суэла так высоко, что тылью вода доставала уже почти до колена. Большой Тыль этому вовсе не обрадовался и сказал, что надо бы что-то предпринять. Тогда Лейгер предложил, давай ты будешь строить дорогу со стороны Сарама, а я буду строить со стороны Хиева. Вот посередине и встретимся. Лейгер сразу принялся за дело и начал таскать камни туда, где сейчас прилегает Сяаратирп. Потом он в конце концов устал и решил посмотреть, как у его дяди Тыля идут дела. Пришел он, значит, на Сарама и увидел, что там конь еще не валялся и тыль ни единого камушка еще не положил. Сначала Лейгер разозлился на Большого Тыля, а потом тоже махнул на эту затею рукой. И так сойдет. Очень жарко. Мы ездили на Сяаратирп. Место хорошее. Накупаться, наверное, там все-таки нельзя, только если нравится массаж ног камнями. В северной части острова Хиева стоит самый высокий чугунный маяк Эстонии. Маяк Тахкуна. 43-метровая белая башня с зеленым куполом была установлена в 1875 году из заказанных во Франции деталей. Ясно, тысячи этажей. Там наша машинка. Мы дошли до последнего этажа. Со страхом высоты сюда, наверное, не стоит соваться. Всего в Эстонии 4 чугунных маяка и Тахкуна из них самый высокий. Наверху красиво. Тут летают ласточки, потому что, видимо, тут их гнезда и мне очень нравится, чтобы здесь. Если смотреть вниз, то очень страшно. В конце 20 века на маяке делали капитальный ремонт и поменяли фонарное помещение. А историческое фонарное помещение теперь стоит на земле. Его можно осмотреть, пощупать и даже зайти внутрь. А после маяка мы поехали в Леймасту. Я говорю, какая-то штука. Райва говорит, какая-то голова. Башня бункера. Сюда поднимается. Здесь, среди песков и болот, запрятаны разные военные сооружения. Вот вход в командный центр. Из-за того, что батарея была построена в болотистой местности, внутренние помещения оставались сухими только благодаря постоянной работе насосов. В 1941 году батареи оказались заброшенными, и они быстро заполнились водой. Самой мощной на Хима была 316-я артиллерийская батарея. В состав батареи входили две двухорудийные 180-мм береговые башенные установки МБ-2-180. Одну из этих труб достали со дна болота в Кук-Кераба. Тянули, тянули и вытянули. Оставили сушиться, а потом обнаружили, что труба пропала. Кто-то ушлый распылил ее напополам и упер в хапсулу и сдал в металлолом. Многострадальную трубу вернули на Хима и поставили на постамент. И стоит она здесь по сей день. Надеюсь. Нас беспощадно пожирали комары, поэтому мы не стали искать все жемчужины военного прошлого. Мы нашли какой-то хостел и остаемся сегодня ночевать на Хима. Как видно, солнца было много, хотя прогноз обещал 20 градусов и облачно. Вот поэтому мы такие оба обгоревшие лобстеры. Приходим в себя и готовимся к завтрашним приключениям. Сейчас сколько? Восемь утра. Пол девятого. На улице плюс двадцать пять. Я не знаю, как я выживу сегодня. Вы сползли? Нет. Меня нет. Ночевали мы в Кердла и намеревались ехать в Кыпу. Вот поедем туда и по пути найдем какую-нибудь еду, подумали мы. Ага. Если вы на Хима и хотите позавтракать до десяти утра, удачи. Мы нашли вот такое чудное место, отыскали хозяина и выяснили, что на Хима люди никуда не спешат. Хозяин, лучезарно улыбаясь, извинился и позвал нас к обеду. Часика так через четыре. Утром здесь открытых магазинов даже нет, не то что кафешек. Пока мы доехали до Кыпу, я уже была серьезно оголодавшей. К счастью, нас там накормили завтраком и мы были готовы к покорению следующей вершины. Маяк Кыпу – один из самых известных символов острова Хима. Это старейший маяк Прибалтики и один из старейших в мире. Его начали строить в 1504 году и закончили к 1531. Да, ступеньки здесь высокие, конечно. При постройке маяк был высотой в 20 метров, а в середине 17 века его надстроили до высоты в 36 метров. Высота маяка от уровня моря – 102 метра. Со времени постройки маяк был в постоянном использовании, менялась только система освещения. На Кыпу жгли костры из дров, смолы, угля, конопляного масла. Затем было керосинокалильное освещение, ацетиленовое и электрическое. Этот маяк, по ощущениям, был гораздо безопаснее, чем Тахкуна. Потому что здесь, по сути, идешь по крыше плотной и сквозь дырочки не видишь землю. Но лестница тут, конечно, экстремальная. Да, забираться было легче, чем спускаться. Bye-bye. Bye-bye. На Хима полно разных военных сооружений, в принципе, как и на любом Истанском острове. Но здесь они и правда везде натыканы. Да, здесь полно разных люков, траншей, проходов. Спустилась по этой лестнице. Здесь такие серьезные проходы. Все хорошо осталось. В принципе, даже передвигаться можно. Здесь наверху очень даже чистенько. Здесь даже есть выход на башню. Вид из бункера. Батарея также частично располагается на пляже. Очень ветреным, но живописным. Здесь рядом находится излюбленное место серфингистов. Кстати, о пляжах. На некоторых особо чистых пляжах встречается интересный феномен – поющий песок. Если скользить ногами по такому песку, то он издает очень приятный свист. На Хиума тоже есть пляжи с поющим песком. Среди них пляжи Тырванина и Луйдья. Эти деньки на Хиума были первыми жаркими днями этого лета. Мы возвращались на материк. А впереди нас ждало еще пол-лета нескончаемой жары.